хоба привет с вами доктор влад у нас с утра 25 уже вчера было 32 где-то часа в два примерно дня такая погода ну давайте смотреть что у нас комментарии а кто-то метко заметил что значит будут говорить теперь спасибо деду за победу байдену да правильно дальше что кто-то умер умер первый президент украины леонид кравчук ему было 88 лет вот так вот перед этим шушкевич тоже помер белорусский но про него что-то мало говорили но умер тоже сша сейчас не видят переговорного пути для урегулирования на украине может быть и так конгресс сша одобрил выделение 40 миллиардов долларов миллиардов на помощь украине нифига себе сша считают что ситуация вокруг украины будет урегулирована дипломатией то одно то другое то говорят что не будет урегулирована дипломатией то будет но это чтобы путина с ума свести наверное да ему же кладут на стол то утреннюю водку ой сводку так чехию избрали в совет оон по правам человека вместо россии нифига себе так путин назначил в рио пяти российских регионов и провел с ними рабочие встречи разбежались разбежались да так что еще байден в очередной раз обвинил путина в росте цен на бензин и продукты в сша конечно если путин не лез в украину все было бы нормально в мид высказались о возможности тактического и ядерного удара по украине замглавы мид рф грушко мошедшие так германия заявила о невозможности отмены антироссийских санкций да это само собой чем об этом говорить минобороны шри ланки приказала стрелять на поражение по протестующим господи какие то тут протесты шри ланка ну это где то там я не знаю где так так миландзе отреагировал на слухи на слухи об отъезде отъезде из россии так певец валерий миландзе опроверг слухи о том что он и его брат покинули россию нет не покинули вот он тут на фоне эфелевой башки башни нет не покинули нет российские силовики обнаружили два хрена с оружием под херсоном от схрона вот этот херсон все время меня навевает на какие то мысли странные так да это лента ру передают так гостиницу в центре москвы эвакуировали из-за сообщений о минировании какой то гостиница holiday in в москве в центре москвы американцы расположились holiday in это это наш наша гостиница так ковальчук ушел из сборной россии по хоккею и куда сборной россии по футболу они там все равно не играют только деньги получают какая разница была бы сборной россии по преференции он бы туда ушел так это что такое путин провел ротацию губернаторов какие вот вот что политика да вот похабение сплошная да ротация похабное же слово ну попробуйте подружки обратиться маш сделай мне ротацию она вам сделает скалкой промеж фаберже или там это маш сделай мне импичмент ну еще и по башке добавит я говорю политика самая похабная вещь которая только есть так финансист солдатов посоветовал не обменивать доллары на рубли ну в общем ну хороший совет но для этого не нужно быть финансистом так глава мид фрг бельбок сообщила о планах поставить киеву танки и гаубицы странно это а германия опять воюет против россии на территории украины так участница пусси райот мария алёхина покинула россию так она покинула квартиру в форме курьера delivery club да она должна была носить электронный браслет вот она браслет как-то отрезала выкинула и потом значит переоделась в форму курьера так а мобильник оставила дома чтобы ее не отследили ну потом это смоталось в белоруссию потом бла 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 ну в общем куда то далеко вот так вот мария алёхина помните ее сажали так это что такое меня спрашивают ты человек или нет я даже не буду сейчас тут картинки еще робот странно это так и что тут всего то какая погода будет будет в волгограде и области меня проверяют да ой ой капча сумасшедший так врачи спасли зрение женщине залившей глаза марганцовкой а зачем она это делала она закапала себе в глаза марганцовку вместо капель от катаракты господи я вам вчера рассказывал вместо физраствора формалин а это значит вместо капель от катаракты марганцовку ну это вот что за сумасшествие так что еще сразу пять российских губернаторов в один день громко заявили об уходе в досрочную отставку я вчера кого я слушал шандаровича или пьянковского вот и спросили их вот почему не помню кого почему да потому что они посмотрели а пьянковский да они посмотрели на путина это в день победы военный парад а он сидит укрытый пледом они посмотрели ну все и да а этот пьянковский так и сказал ну все этот путин кончился несите другого ну ладно хорошо байден двойточи хотим отправить украинское зерно на мировой рынок чтобы снизить цены ну да хотят вернуть но там сложности есть так ладно в акции бессмертный полк в россии приняли участие более двенадцати миллионов человек вот двенадцать миллионов точно дебилы а сколько там осталось я не знаю сколько в россии так политолог минченко рассказал из-за чего ушли в отставку губернатора пяти регионов ну все время да 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 почему почему они имели проблемы с поддержкой как со стороны кремля так и со стороны местных жителей ну да можно объяснить все что угодно так в шахтах из травмата стреляли по парням есть раненые шахты а это ростовская область да начали стрелять так что еще 18-летняя невеста погибла парень сделал любимое предложение а потом заснул за рулем а вот и попали они под это под электричку прикиньте вообще кошмар так в россии начался губернатор пат ну это уже вот везде везде ребят тут уже пятый раз об этом говорю почему Аллу Пугачеву называют примадонной а потому что она курила приму всю дорогу точно вам говорю даже читать не буду так немножко твиттера в сорок первом году фашисты захватили Киев но потом ценой огромных потерь были остановлены под Москвой а в 2022 году фашисты захватили Москву но потом ценой огромных потерь были остановлены под Киевом конец будет один победа над фашизмом в Кисловодске на 9 мая детям предложили расстрелять чучело последнего фашиста детям дали им пневматическую винтовку и сказали что так учат патриотизму минфин прогнозирует самый сильный спад российской экономики с 1994 года путин так много говорил про ужасы 90-х но в итоге именно туда он страну и привел коротк аль-джазира опубликовал репортаж из Киевской области в котором показан вагон рефрижератор заполненный как утверждается невостребованными телами российских военных погибших в Украине подкиньте аль-джазира им стоит верить да фу-фу-фу-фу российские военные в апреле вывезли ценности из Мелитопольского краеведедческого музея в том числе коллекцию скифского золота сообщает офис Денпрокурора Украины нифига себе так что еще не менее трех это ВОЗ передает не менее трех тысяч человек погибли в Украине с начала войны из-за отсутствия медицинской помощи при хронических заболеваниях вот еще какая смертность ребята так и последнее в Ленобласти против дачки дачника возбудили дело о надругательстве над государственным флагом мужчина сорвал и поджег триколор с буквой з прикиньте да ужас ужас ну все ребята пока там видно будет я вам все расскажу с вами доктор Влад обоих обоих обоих